Сегодня остался последний тур, действительно. Скоро начнется обратный отсчет, играя белыми против Евгения. Как говорится, партия спортивного значения не имеет, но... Тем не менее, Евгений сильный шахматист, сыграться не всегда приятно. Ну и, конечно, попробую дебют рейт. Даку не в 3. М2, распространенный вариант. На самом деле, я думал, честно, не ожидал от Евгения, что он будет вообще идти на какие-то теоретические позиции, но оказалось, что все-таки пошел. Не верен, что конь С3 самая точная, может быть, лучше было сыграть Ферзь Е2 сначала. Ну, ладно, не суть. На С5 можно взять, на Д5 можно не спешить с этим ходом. Ладно, Ферзь Е2, просто ставил ладьи по центру, и вот по рекомендации одного румынского гроссмейстера играю в этой позиции на провод Д4. На ДС, такое спорное решение. Очевидно, здесь надо уже играть С5, играть вот эту позицию потом с всячими пешками. На Д4 нам сразу не стоит, это СД и ЕД, Ферзь Е7. Вот как-то недавно я попал под похожую идею. А тут можно хоть Б5, Е8, Д4. У меня не повисает на С4. Я надеюсь на это. А6, да, конь С3, Ферзь Е7. Я не думал, что будет сыграть, она хотя ход заслуживает нема. Ферзь Е8. Ну, Д5. На ЕД задумано Ферзь Е7, очевидно. На конь С5 логично. Пробую придавить на Е6 еще сильнее. Хотя теперь, кстати, связка-то обоюдная, потому что я тоже не могу брать на Е6 сразу из С2. Но другое дело, что у белых, может быть, есть дополнительная идея сыграть конь С6 в каких-то позициях. Посмотрим по ситуации. Я, по чему, наверное, сделал бы ход Ладяев на Е8. Он всегда полезен. Защитить слона уже, подграживать будет ЕД. Не исключено, что мне придется играть конь С6. Но я не уверен, что там у белых большой перевес. Евгений задумался. Кстати, как ни странно, у меня с ним довольно большой сейчас перевес по времени. Видимо, потому что я уже полностью расслаблен. Турнир провален, так что... Ну, в общем, прям посредине этих размышлений Евгений, видимо, дает понять, что я что-то взземнул тут. И Ферзи 7 по каким-то причинам играть нельзя. Я, наверное, пока не очень понимаю, по каким. То есть, в крайнем случае, белые могут отскочить. Они могут сыграть СД. И, вроде бы, ничего страшного не будет. Но что на Ферзи 7? Конь Д3 какой-то, наверное. Любопытно. Не выглядит очень хорошо для черных. Ладно, надо брать на Е7. Там может еще... Просто ЛДА Е8. Хорошо. Что, на Ферзи 6? Проверим. Тут, наверное, Д3. А, нет. Д3 не сыграет. Просто Евгений играет позиционную компенсацию за фигуру. Выглядит спорно, но... Чего не бывало, говорится. Можем быть, она тут и есть. Можем быть, она тут и есть. Слон Аш3 или Слон Б7. Слон Аш3, ЛДА Д8. Ферзь Б6, Конь Д3. Конь Ф5. Интересно. Ладно. Сыграй повеселее. Слон Аш3. Не вижу тут, как я проигрывал. Как я выиграл, я тоже не вижу. Так что. Все неплохо. Конь Д3 есть, хода, да? Возьму С8. Наверное. Так что ожидает, ЛДА Д8, Ферзь Б6, Конь Д3. Может быть, Конь Ф5 просто отдать эту ЛДЮ и там белым попытаться поатаковать на короля. Почему мне попробовать? Задумался. Евгений. Есть ощущение, что он все-таки подумает и сыграет как-то. Я уже дал Кун Д3, Кунь Д4. Здесь вообще какой-то непонятный ход. Тут то, что задумано. Да. Крайне любопытно. Что, если, например, взять на Б6 просто сразу? Конь Д5 какой-то. А, Конь Д5. Надо быть аккуратным, кстати, с этим ходом. Можно взять на И4. В4 можно сразу пойти. Ладно, в С4. В4. Нет, у меня тут полная уверенность, что все нормально. Ну, должно быть, конечно. А, Ж5 сыграла. Ну да, любопытно. Сбросить для веселья ферзя, что ли еще? Ну, давайте попробуем, почему бы и нет. Почему бы и нет. Беру ферзя. То есть, в прошлом случае, отдаю ферзя. Брать не его, вряд ли дадут. Ну, кто-то просто Кунь В5 я хотел. Может, есть что-то сильнее. Пробую Кунь В5. Еще бы мне тоже не так легко эту позицию защищать на флажке. С3 сыграть можно. Будет просто ЛДА, С3. Так, кажется, мат. Конь Д7 и Конь Х6. Да, забавная концовка. Конечно, на распределение мест она вряд ли как-то повлияет, но тем не менее. Так. Спасибо Евгению за партию.